16.24 на наших часах, дорогие друзья, добрый день и добрый вечер уже, наверное, всем тем, кто собрался возле своих радиоприемников и тех, кто собрался возле компьютера для того, чтобы послушать онлайн-трансляцию. Тут у нас сегодня пришли потрясающие, невероятные, позитивные, очень клевые, ну, ребята, наверное, язык не повернется, группа, идолы, ну, скажем, просто невероятные люди, скажем, Рыжуля и Позитив, можно даже... Рыжуля и Позитив. Добрый день, добрый день, Кременчук! Это время и стекло! Да, именно они пришли к нам в эфир, и мы от этого очень счастливы, потому что, ну, это эксклюзивно на радио Европа Ласк Кременчук. Дорогие друзья, ну, как вы доехали? Расскажите мне, пожалуйста. Вот в Кременчук по сравнению с другими городами мы доехали очень хорошо, и, честно говоря, очень скучали, потому что вот примерно год назад мы выступали в Кременчуге, не забыть этот концерт не можем, нам очень понравилось здесь, классно отдохнули, классно, кстати, у нас тоже было здесь же интервью, я помню, что мы очень смеялись, и было очень весело. Вообще, Кременчук мы любим, правда? Да, в автобусе мне удалось даже подремать, в автобусе, значит, и дорога была нормальная. Обычно всегда трясет, вот, все дороги. Вот у нас 12-й уже концерт подряд, мы вот едем, не устаем. Не устаете? Не устаем. Ну, высыпаетесь, питаетесь. Сказал, сказал позитив с трясущимися руками, не устаем. Не устаем. Правда, вот, вот, обычно артисты говорят, нет, мы не устаем, честно говоря, очень устаем, да. Но вот самое сложное, это переезды, а когда вот за полчаса уже до концерта ты уже настраиваешься, выходишь, и где-то основное время, когда мы просыпаемся, это вот концерт, после концерта мы уже бодрствуем, а весь день мы такие, знаете, в помебном состоянии. А с чем вот заниматься во время переезда? Что вы делаете во время переезда? Вы смотрите там музыку? Мы спим, придумываем песни, слушаем музыку. Да, да, да. Не отдыхаем можно. Придумываем музыку, придумываем песни, значит, не отдыхаем вообще никогда. Получается так. Получается так, но на самом деле есть время немножко отдохнуть, но, например, я думала перед туром, готовилась, думаю, так, нужно как-то полезно проводить время во время переезда. Книжку, книжку почитать, например. Закачала себе кучу книг, а читать невозможно, оно так трясет из-за дорог, просто это невозможно. Поэтому мы общаемся, придумываем какие-то новые идеи. И, слава богу, это время тоже у нас как-то полезно проходит. Ну и для каждого города мы готовим там какой-то особенный сюрприз, мы задумываем, придумываем, может, песня, может, стишок, может, танец. Для Кремчуга это мой новый костюм, опять короткий, потому что меня все подкалывают, что в прошлом году впервые выступала в новом костюме в очень коротком платье, первые ряды были счастливы, в этом году тоже все будут довольны. Вот и слава богу. Я думаю, что все будет мега довольны. Ну и давайте несколько вопросов. Вы знаете, нашу группу ВКонтакте, Радио Европа класса Кременчуг, просто штурмует вопросами, куча перепостов, куча лайков, мол, боже, они едут, они едут. Разойти. Класс. Приветы не только из Кременчуга, а приветы есть из Львова и из Черкасс. И, в общем... Класс. И мы благодарим всех тех, кто уже были на наших концертах, потому что публика заряжает нас и дает нам силы продолжать дальше работать, плясать, выступать и радовать людей. Это был вот самый позитивный привет от самого позитивного коллектива. Так, ну и вопросы. Вот девушка Дарья пишет. Да привет, время истекло. Какие у вас на данный момент цели в жизни? Интересный вопрос. Ну, все время цели меняются, честно говоря. И правильный вопрос, что именно цели. Потому что мечтать мы как бы не любим, мы любим себе ставить какие-то задачи. В данный момент группа «Время истекло» выпускает через где-то месяц клип на новую песню «Короче». Клип уже есть, я уже видела кусочки. Это будет бомба, это будет очень классная песня. Я думаю, все будут в восторге. И мы хотим, чтобы эта песня уже вот окончательно разорвала Украину. А дальше мы попадем обязательно еще и в Россию с этой песней. А также весь мир. Да, да, да. Это ближайший цель. У нас есть англоязычные версии, мы очень хотим завоевать. Такие Дарт Вейдер-мудовые. Да. Мечтания. Ну, отлично. Хорошо, ждем обязательно клипа. И на дипусте, на чьих концертах хотите побывать сами. Ну, вот скоро Депушмот приезжает в Украину. О, Депушмот, это интересно. Или, может быть, вообще-таки вот запрошу. Риана. Я не была на концерте Рианы. Мы очень любим ее последние треки. То, что она делает, очень классно. Я бы с удовольствием сходила на ее концерт. Концерт Леди Гаги. Потому что, когда мы летели в Америку и как раз снимает клип Гармошка, я помню, посмотрела ее лайфовый концерт. Я была в шоке. Потому что вот эти видео все в Ютубе, она там где-то как будто фальшиво... Вот я не ожидала, когда я посмотрела настоящий концерт, насколько круто работает этот артист. И не зря она везде там стоит на первых местах. На Продидже я бы сходил, кстати. И на Продидже. Да, да, да. Тоже. И патирует, и патирует. Как с детства. У всех в детство было одинаково под Продидже и Смэк Магича. Хорошо, продолжаем. Елена Кисуля. Кисуня. Кисуня, да. Кисуня. Надя и Позитив, понравилось ли вам в Запорожье и какие остались впечатления, какие незабываемые подарки вам дарили? В общем, вопрос первый, как вам было в Запорожье? Ой, в Запорожье нам вынесли очень много сладостей на сцену подарили. Да, нас прям подкармливали. Подкармливали. Потом нам нарисовали огромный красивенный плакат, который мы отвезли в Киев, в наш офис. Позитив. Это же было в Запорожье. Ты помнишь, он вышел к девушкам, это было в цирке, он вышел к девушкам на какой-то десятый ряд, они ему подарили, он их расцеловал. Я уже видела в интернете все эти фотографии. Боже, вы знаете, как приятно выступать на сцене, когда дарят цветы. Ведь уже очень редко это делают. Правда, это редкость, что на концерт идут с цветами. К нам, слава богу. Пришли с конфетами, с плакатами. Всегда фан-клубы. В каждом городе есть свой какой-то маленький фан-клуб, и они всегда дарят какие-то подарочки отдельные, рисуют картины, фотографии, в общем, коллажи. Вот это все. Вот мы собираем у нас в офисе. У нас есть отдельная комнатка, где мы это все ставим. Подарочки, все игрушки, блюшевые. Мы в инстаграме ждем, что вообще, именно, я понимаю, что вы еще не доехали до финала, и хорошо, потому что много еще у городов увидят вас. Но вот уже то, что вы прошли, что-нибудь было такое позитивно-хорошее? Позитивно-хорошее. Каждый концерт, честно говоря. Да ничего плохого вообще не было, только хорошее и было. Все было хорошее. А вот такой подарок, кроме плаката, который вы тоже запомнили и забрали вместе с собой. Или, возможно, его невозможно было вынести? Или еще такого ничего не было? Такого прям... Нет, вот мне вчера в Черкассах подарили орхидеи красивенные. Я их везу обязательно в Киев. Да, аккуратненько. Но из таких, знаете, позитивных моментов, понятное дело, что это концерт, но у нас вот еще после концерта есть время. И я помню, когда мы переезжали с одного города в другой, у нас была партия-баз, партия-баз. Все, вся наша команда, музыканты, Потап и Настя, мы, Аркадилагин, все включили музыку на весь автобус и танцевали. Я впервые в жизни... Я видела такое в американских каких-то сериалах. Это было так круто. Супер. Вообще, прекрасно провождение. Был стриптиз от Потапа. Я думаю, что это многого стоит. Ну, а мы еще продолжаем идти далее. И еще один вопрос перед музыкальным перерывом. София задает. Кстати, очень актуальный, и мне бы тоже хотелось его задать, но я бы до него не додумалась. Не хотелось ли бы вам создать канал Мозги на ТВ? Я думаю, что все впереди. В интернете, наверное, вот сейчас все-таки эпоха интернета. Я думаю, что интернет-тв можно было бы сделать и свои какие-то даже сделать какие-то супер-шоу. Телефоны звонят, да? Я думаю, что «Время стекло» будет делать кулинарное шоу. Мы очень любим готовить. Будем затмевать все кулинарное шоу в Калинии России. Правильно. Это редкость, когда артисты умеют готовить. И вы знаете, очень вкусный омлет. Очень жаль, но мало кто умеет готовить. Ну и хорошо было бы, если бы все умели. Девушка из Львова пишет. Привет, из Львова. Надя, а так, как у вас скоро день народжения, и подарунок вы бы хотели отримать? Я напишу список и раздам всем своим друзьям. Нет, я шучу, на самом деле. Но для меня подарок, это вот, знаете, такие уже нематериальные ценности, потому что я очень редко вижу свою семью, очень редко. И, наверное, подарок мой будет на день рождения. Это чуть-чуть позже, 24-го мы будем в Симферополе. Впервые время стекло там будет выступать. И будут не только мои родители, там будут, по-моему, все мои родственники, все люди, которых я когда-либо встречала. Потому что мне пишут каждый день в социальных сетях, Надя, ты же приезжаешь в Симферополь. И там соберутся все. Поэтому для меня это будет самым главным подарком. Отлично. Ну и вот от Ганны еще один вопрос. Алексей Чебулы, у вас такие позитивные моменты в детстве, какие вы запоминали? Точно помню, это когда мне подарили машинку, на которой я просто не уставал ездить. Я ездил с утра до ночи, выезжал просто во двор и катался. Машинку? Она была такая большая, металлическая, расстояла посрединой комнаты. Помню вам о том, что в эфире радио Европа Класс Крименчук. Нахожусь я, Дарья. Вместе со мной находятся здесь Надежда и Позитив. Не удивляйтесь, да. Сегодня я работаю в очень прекрасном коллективе «Время и стекло». У-ху! Позитивная Надежда. Группа «Позитивная Надежда». Так, ну и мы продолжаем. У нас вопрос от Юленьки. Привет, Надя и Позитива. Привет! Скажите, какие вы делаете, какие вы видите у себя недостатки и достоинства? О-о-о-о! Ну мы, конечно, их видим у себя, их немало. Только говорили, да, как раз вот об этом? Ну скажем так, что первые, вот самые обсуждаемые недостатки, это какие-то по работе. После каждого концерта мы вдвоем собираемся с ним и друг другу говорим, что было не так. Каждый концерт, это обязательно. Без обид. Да, абсолютно. Вообще без обид, да, нет такого. Чисто работа. А что касается внешних недостатков, вот он, понимаете, в чем дело? Тут так, я бы, конечно, не знаю, какие вы худые, а кто-то наоборот. Потапа Настя нас, например, объявляет, так, сейчас выйдут молодые, худые, в отличие от нас, группа «Время и стекло». Но кто-то, кто-то видит, что на при этом позитив худенький. Я считаю, что это его фишка такая, мне настолько нравится, что он худой, что он не похож на остальных, там вот этих вот качков. Поэтому из всех, я считаю, недостатков можно сделать наоборот. Выбирать, да. Да, это может быть фишкой человека. Как, например, горбатый нос, да, кто-то хочет сделать операцию, а я, например, считаю, что это фишка. У меня есть подружка с очень большим носом. Понимаете, но это настолько ее отличает от других, поэтому... Потому что у нее такой нос, именно большой, большой. Да, не больной. Очень важно, сейчас ей не придать привет. Сказать, ну, там... Нет, она этого не стесняется, она в интернете сама пишет о том, что вот фотография моего большого носа, я им горжусь. То есть она, наоборот, это выставляет, и абсолютно у нее нет никакого стеснения. Мне кажется, именно так нужно относиться к всем своим, кому-то кажется, недостаткам. Ну, нужно свои недостатки перевести в достатки. Да. Да. Хорошо, друзья, продолжаем. Аленка, Аленка, привет, Надя и Позитив. Привет! Привет из Чернига, мы вас очень ждем. А мы ж будем. Такой вопрос, ну, не знаю, Алексей, курил ли ты когда-нибудь? Да, и, ну, как-то... Ну, мне не сильно нравится, на самом деле, потому что, во-первых, это плохо для света. Во-вторых, это плохо для здоровья, и вообще, всем советую не курить. А сам я не курю. Молодец. Ну, пробовала? Так надо лучше. Конечно. А вот еще второй вопрос. Надя, как вы стали такой красивой? Боже мой, так не привыкли на этот вопрос. Спасибо маме, спасибо папе. Да, да. Ну, работа над собой же тоже была, не просто так. Естественно, вы не представляете, особенно, опять же, сложно в торг, потому что мы не высыпаемся. И самое главное для женщины это сон, я везде это читала. Но сейчас, нам вот вчера удалось поспать, поэтому сегодня я свежечок и бодрячок. Но вообще для этого, на самом деле, много делает каждая, любая женщина. Это начиная от всяких увлажняющих кремов, заканчивая лучезарной улыбкой. А самое главное, это, конечно, все-таки мне всегда говорят, что в тебе классно. Это глаза и улыбка. Потому что я всегда стараюсь сиять, улыбаться, и это всегда украшает человека. Часов утра вы встаете в тот день, когда снимаете клип. О, это может быть... Всегда вообще по-разному. Это зависит от того, какое время суток нам нужно. Например... Последний клип, короче, мы снимали, по-моему... С 7 вечера. Да, с 7 вечера. Мы вернулись домой, и я помню, что я опаздывала еще на поезд. Я вернулась домой в 6 часов следующего вечера. Ну, почти сутки, 23 часа. Да, мы снимали... Это была очень сложная работа, честно говоря. А бывает еще, например, рано утром. Вот мы снимали гармошку в пустыне, мы приехали уже туда в 5 утра, были на площадке. Все время по-разному. Хорошо, ну, как бы ни было, клип снимать все равно всегда весело и интересно. Да. Это хорошо. София еще вот задает вопрос. Сколько примерно времени в день вы уделяете интернету? Интересный вопрос, актуальный. Позитив. С появлением айфонов, с появлением техники мы почти все время находимся там. Вот всегда общаемся со своими поклонниками, всегда смотрим, что пишут, всегда смотрим отзывы о концертах. Постоянно мы находимся в интернете. Интернет-люди. В общем, как бы, он присутствует всегда, ну, незаметно, скажем так. Ну, да. Ну, как, у меня более-менее незаметно, а позитив, он все время... Можно залипнуть, так просто. Да, он сидит, он может ничего не слышать. Но вот мир уже стал таким, у нас даже есть песня, которая называется «Скачать бесплатно». Мы сейчас ее представляем на наших концертах, она еще нигде не... А, нет, она крутилась на радио. Да, крутилась. Очень красивая песня, как раз о чем она? Расскажи, пожалуйста. Она о том, что все-таки главная вот любовь, которая вот, ну, вот, контакт, который мы находим друг с другом, когда смотрим друг в глаза, а не лайкаем фотографии. Все-таки улыбка и пожатие руки намного важнее, чем какой-то там пальчик вверх, который ставят. Вот об этом песня. О том, что любовь нельзя, вот, она не может быть виртуальной, она вот настоящая, вот она здесь в жизни, у нас. Хватит сидеть ВКонтакте, в Одноклассниках и на всех остальных сайтах. Приходите и посмотрите концерт, и вы получите живые настоящие эмоции. Вот хотелось бы мне, когда мы подойдем к финалу, уже, чтобы вот что-то такое... А мы еще раз, мы 300 раз еще отрекламируем наш концерт. Приходите! И мы выступаем ГДК. Да, да, в городском дворце культуры сегодня, друзья, если вдруг вы не знаете, в 19.00 мозги к нам приехали... Мозги-тур у нас. Ну, понятно, я же говорю, что мозги к нам приехали в своем туре, и они нам зарядят наши мозги. Ну, и еще, вот, какими видами спорта вы увлекаетесь? Ой, ну, позитив бодибилдингом занимаются у нас исключительно. Ну, это я сам... Видно по мне. Боже. Ну, естественно, тренажерный зал. Это обязательно я хожу, а если, например, нет возможности вот сейчас ходить, я в своем номере, там, чуть-чуть приесик покачиваю. Мы можем, ну, как профессионально, конечно, мы этим не занимаемся, но мы спортивные ребята, мы можем в теннис поиграть, в пинг-понг мы там играли, помнишь, у тебя? Потом, я вообще раньше занималась профессионально бальными танцами, профессионально бальными танцами. Мы ходим на танцы, у нас как спорт присутствует, в принципе, в жизни. Вы, если придете на наш концерт, вы увидите, да, как мы скачем, вы поймете, что у нас больше ничего не надо. Хорошо. Ну, и финальные вопросы от Жени. Такой вот вопрос, кстати, тоже очень интересный. Чем бы вы занялись в последний день своей жизни? Вот такого. Ух ты, спасибо за вопрос. Потому что действительно он очень интересный. Но это зависит, конечно, от возраста, когда этот последний день наступит. Нет, ну есть еще такие экстремальные какие-то, да, когда можно там прыгнуть с парашюта или с парашютом, или, например, там куда-нибудь в ущелье, какой-нибудь спуститься. Чего-то такого нет вообще? Я бы, наверное, больше провел бы вас с семьей, наверное. Да, однозначно. Все-таки семья важнее для нас. Однозначно. Просто б сели за столом, селедочка, картошечка, что-нибудь, да, такое? Да, я бы, наверное, собрала всех знакомых, всех родственников и была бы самым счастливым человеком. Потому что у нас вот какие-то, знаете, мы как с позитивом не шоу-бизнеса, у меня такое ощущение. Потому что, ну, все реально, вы не можете себе представить, что там происходит у других артистов. А мы с ним всегда, знаете, так любим быть с родными, посидеть, приготовить ужин. Поэтому последний день был бы вот именно таким счастливым. Боже, что мы говорим вообще? Такой вопрос страшный. Ну, такой вопрос, конечно, не для слабонервных. У вас есть личный рецепт успеха? Расскажите, Аня. Работа над собой. Всегда надо работать над собой, не останавливаться. Ни в коем случае нельзя подумать, вот, я уже такой, я готов, я готовый артист, например. Точно всегда надо ходить на вокал, на танцы. Вот мы этим всегда занимаемся. Я еще думаю, почему вы самая стройная пара-то? Потому что мы много ходим. Просто много ходим. А мне с детства помогало вот эти две фразы. Под лежачий камень вода не течет. И благодаря этой фразе я побывала, наверное, на всех конкурсах украинских. Везде шансы, американские шансы, в Москве жила четыре. Ну, столько всего было. А вторая – скромность, путь к бедности и неизвестности. Это Михаил Михайлович Поплавский, колысь, сказав. И я вот, ну, смешно, да, вот оказалось бы, но это правда. То есть главное делать и ходить, и добиваться. Мне постоянно пишут, спрашивают, а как вот стать артистом? Я говорю, просто сейчас столько возможностей, телепроектов, показаться, что просто нужно брать и ехать. И ошибаться неплохо, это совершенно неплохо. Ну, как бы, если на грабли наступил, не факт, что на второй раз на них наступишь. Уже много столько таких примеров есть, когда вылетали со всех конкурсов такие артисты, как, например, Тина Карль, которую они взяли в Карокино Майдане. Ну, о чем говорить? Поэтому главное делать. Друзья, залог этого вперед, только вперед. Ну, и вот следующая работа, которая называется «Слеза». Расскажите немножко о ней, она одна из свежих. Мы сюда плачем, ребят, а я... Начинаю, не могу. Сказала, Надя капнула на микрофон. «Слезу» мы записали еще полтора года назад. Я так мечтала дойти с Потапом, так его просила, и он, когда мы начали эту песню писать, он сам захотел мне спеть, она ему тоже безумно понравилась. И мы его так попросили, и песня получилась. Ее поет у нас на концертах, ее обожает, она с умным текстом. Я ее иногда сам... Знаете, обычно свои песни артисты так вот дома не слушают, а я ее слушаю. Она мне нравится, действительно, она мне помогает в чем-то в жизни. И очень важно, когда песня оставляет след. Вот эта песня оставила след, мы видим это по концертам. Вчера в Черкассах я видела, как девушка плакала под эту песню. Но это было незабываемо, конечно. Друзья, ну мы не будем так печалиться. Вот последний, наверное, вопрос такой к вам. Чем сегодня будете удивлять Кременчук? Ну и каких-то пару, может быть, каких-то пожеланий нашему прекрасному сегодняшнему весеннему году? Давай я скажу про концерт, да? Давай, давай. Я вот думаю о стишках. Вот, например, сегодня мы будем говорить стихами. Серьезно? Не буду раскрывать какие-то сюрпризики, секреты, но могу сказать, что время и стекло. Теперь выступает с балетом. У нас есть постановки. У балета классные, шикарные костюмы. Ну, у нас точно так же. Я уже об этом сказала в начале эфира. Помним, помним. Да, первые ряды, приходите. Сегодня еще одно очередное платье. Сегодня все будет прилично, конечно. И очень будет яркий концерт, мы будем удивлять. Обязательно по Топунасте новая программа, Аркадий Лайкин всех зажжет. Поэтому приходите сегодня на наш концерт. Живой звук, без панеры, ГДК. Ну, и что-нибудь пожелать, что-нибудь нашему городу? Мы хотим пожелать, вот мы приехали в Кременчуг, и первый раз тепло. Нам так нравится, что пришла весна, и мы ее ощутили именно в Кременчуге, потому что, правда, этот город мы полюбили еще с нашего первого выступления. И хотелось бы пожелать процветания, хороших дорог всем! Ну и, конечно, счастья, любви, и чтобы вы всегда были радостными.